Добрый вечер. Действительно, очень радостно видеть их знакомые и незнакомые лица. Я тоже впервые на таком мероприятии. Тед сегодня говорит о поиске себя. Я решил рассказать, как не потерять себя в огромном количестве информации. Перед тем, как начать, хотелось бы вам признаться, что несколько лет назад, лет 10, я совершил небольшую ошибку в своей жизни. Я полностью себя оградил от информации. Я удалился из социальных сетей, я открыл бар, в который приходили люди только по телефонному звонку. И всю информацию извне я получал только через небольшое количество гостей этого бара. И, соответственно, закупорил себя в некий пузырь. Но когда мы отрезаем себя от внешнего пространства условно, то все мысли направлены, разумеется, внутрь. Таким образом, я для себя все-таки совершил некий челлендж и считаю, что на данный момент себя я нашел. Потом, впоследствии, мне пришлось восстанавливать социальные сети. И спустя 4 года, время, которое у меня там не было, вот от этого всего, разумеется, я был совершенно отстранен. И когда же я туда ворвался, огромным потоком на меня полились различные обновления, фейки, новости, постправда, это вот весь этот спектр огромного количества информации. И что же, каким образом защитить себя от такого количества различных вбросов? Я разделил на две части. Первая – это все-таки защита от этого внешнего потока информации. Это различные новости, блоги, ну, внешне, то, что вас касается. И не быть в заложниках своего пузыря, в котором ранее сказал, оказался я. Это… Так что же нас… Каким образом защититься от потока информации? Возможно, кому-то из вас, ну, наверное, даже большинству, известно такое магическое число, как 7 плюс минус 2. Это количество информации, которую человек, мозг человека может в краткий срок усвоить. Все, что превышает это количество информации, проникает мимо мозга моментально в подсознание. Это то, как происходит… И потребление информации происходит автоматически, необдуманное. И в этот момент проникают в вас различные вбросы, фейки, заголовки. Вы никаким не можете им противостоять, потому что вы потребляете механически. Посмотрели 5-7 фотографий, либо какие-то новости, а все остальное мозг уже не воспринимает, и это откладывается. И потом в какой-то промежуток времени это, разумеется, дает о себе знать. И это влияет на поиски себя. Вы немножко… Люди себя в данном случае немножко дезинформируют. Потому что… Что здесь используют люди, корпорации, либо государства для того, чтобы завладеть вашим вниманием и чтобы проникнуть внутрь, так скажем, вашей личности? Это, разумеется, заголовки. Заголовки используют очень простые, эмоциональные, и в большинстве случаев там включены имена собственные. Например, последний момент – это Моргенштерн. Помните, да? Моргенштерн снял, Моргенштерн стал директором, Моргенштерн стал… отказался, потом его вроде бы как отказали, потом вроде бы как еще что-то. И вот такой поток вот этих всей информации происходит. Вы приняли ее? Ага, окей. Другая информация? Ну окей. Снова информация. Она меняется постоянно, информация меняется, и вы забиваете на все это дело, но она влияет на вас. В том числе статистика. Многие применяют статистику, но ведь никто ее не проверяет. Какие цифры, откуда они взялись? Ну действительно, времени нет. Все делают очень быстро, скроллят ленты. Это о том, какие деньги тратят только государства на внутреннее и внешнее информирование людей, на информационные войны, так называемые. Россия здесь лидирует. Россия тратит вот такие колоссальные деньги на то, чтобы свою позицию в мире осветить, и внутри, на пропаганду. Колоссальные деньги. Это журналист русский BBC. Я все-таки взял несколько цитат, которые мне очень нравятся, которые отражают всю действительность. Постоянный вот такой поток информации, и, как мы про Мангенштерна говорили, и, разумеется, ее развенчивание, вызывает у людей информационную апатию, которая, в свою очередь, лишает возможности формулировать собственную точку зрения. Ну и при этом все вытекающее. Предубеждение. Люди склонны искать информацию, ту, которую они уже знают. Ну, так устроен мозг. И предпочитают простые объяснения и утверждения, хотя часто они не отражают важности всех проблем. Вспомните, как вы выбираете друзей у себя в ленте. Наверняка по каким-то своим личным параметрам, по своим оценкам, красив, некрасив, что он у себя публикует на стене, либо какой образ жизни он ведет. И таким образом вы расширяете свой круг людей, исходя из своих личных стереотипов. То есть погружаете себя во Вселенную, в свою личную Вселенную информационного потока. И выбраться из него очень сложно. Это называется эхо-камеры. Вы кричите, и выбраться из этой информации не можете. Вы видите то, что хотите увидеть, а не то, что можете увидеть. В этом нам еще помогают алгоритмы. Алгоритмы и поисковых систем, алгоритмы социальных сетей, они устроены таким образом, чтобы как бы обеспечить вам простоту использования. Вы же хотите котиков, вы видите котиков. Вы же хотите смотреть на красивых подтянутых людей, вы видите их. Соответственно, пузыри вроде бы облегчают вам то, что вам интересно, чтобы вы не тратили много времени на то, чтобы найти какую-то интересную для вас информацию. Один только Google использует порядка 57 точек, по которым он определяет, что вам будет интересно. Что за этим скрывается? Невозможность получить объективную информацию. Мы находимся, да, вот в таком закрытой структуре, из которой вырваться очень сложно, если мы не будем применять некое критическое мышление. А происходит это незаметно. Мы совершенно не замечаем. Вроде бы оно так и есть. Все же в порядке, все нормально. Я в Инстаграме, я в Фейсбуке. Все как всегда. Все хорошо, все замечательно. Но мы не видим из-за этого коридора, из-за этого пузыря другую, альтернативную информацию. Алгоритмы. Учитывая, что алгоритмы, мы знаем, как они работают, соответственно, грех этим не поманипулировать. Почему бы нам не подействовать так на алгоритмы, чтобы, ну, к примеру, в рекламе, как бренды занимаются, ну, и государство тоже, чтобы нанести до вас некоторую информацию путем манипуляции над алгоритмами, чтобы вы получили именно тот спектр информации, который нужен для людей, которые его транслируют. Ввиду того, что получается, что все мы настолько закрыты в своих пузырях, мы подписаны на какую-то одну определенную социальную группу, ну, так или иначе, то, что нам релевантно, как мы считаем. Таким образом, публика в социальных сетях, она очень поляризована. Из-за этого мы часто можем видеть в комментариях такой мощный холивар, где люди ссорятся, прям в противоположной точке сталкиваются. Это все результат работы вот этих алгоритмов и наших личных алгоритмов. Мы не принимаем, не можем принять другую информацию, мы не знаем, откуда ее взять. Георгий Почепцов, замечательный философ, живет на Украине, вот таким вот образом выразил распространение информационных различных атак и вообще потока. Действительно стало намного меньше патентов на новое изобретение, потому что народ, люди деградируют. Что же делать? Как быть? Как не потерять себя? Потому что мы вроде бы как бы и сами собой, но мы не видим некоторых альтернатив. Что же делать? 23 минуты. Это столько времени необходимо человеку, чтобы перезагрузить работу своей оперативной системы. То есть мы 23 минуты совершенно не пользуемся никаким потоком, который приходит в нас. Ни социальными сетями, ни радио, мы ни с кем не разговариваем. Если вам нужно творить, соответственно, перед тем, как начать, откладываем все куда-нибудь подальше от себя, все выключаем. 23 минуты. Вы можете помыть посуду, вы можете заняться любым другим каким-то динамической медитацией. И 23 минуты вы перезагрузитесь и уже будете сами анализировать информацию и сами что-то делать, созидать. Боязнь. Страх того, что вы что-то пропустите. Просто проэкспериментируйте, проэкспериментируйте, попробуйте. Мы постоянно, руки тянутся, что-то где-то откуда-то получить информацию, она везде, отовсюду на нас льется. Не бойтесь, вы ничего не пропустите, совершенно ничего. Устраивайте детоксы, чтобы творить. Если вам попадается какая-то информация, кто-то вам ее говорит, либо вы ее где-то прочитали, либо вы услышали, задайте пять вопросов, почему. Почему я это увидел? Почему это мне интересно? А может быть это и не интересно. Таким образом вы включаете свою систему защиты, то есть свой фильтр для того, чтобы оберечь себя от этой информации. Создавать, создавать и создавать. Абстрагироваться от всяческих внешних, внутреннего круга информации и создавать, даже ради созерцания, просто что-то создать. Ни в коем случае не ограничивайтесь рамками интересов, чтобы пробить вот этот пузырь, в котором мы все находимся, информационно. Ищите новости сами. Если вас что-то заинтересовало, ищите сами. Где-то в Гугле, либо в Яндексе, неважно, в социальной сети, либо у кого-то спрашивайте. Личные встречи тоже никто не отменял. Разнообразьте круг общения, чтобы их людей было как можно больше, чтобы точек касаний вариантов информации, вариантов интерпретации было настолько много, чтобы вы могли из всего этого дела уже набраться сил, опыта, знаний, навыков для чего-то более существенного. Для этого нужно выйти из этого пузыря. Ну и, как говорит сегодняшний Тед, найти себя, поиски себя. Я желаю вам найти себя и, конечно же, не потерять последствия.